Здравствуйте, уважаемые покупатели! Хочу предположить рекламное видео по продаже ленточнопильного станка-автомата ГЗК-4028. Что умеет этот станок? Этот станок умеет всего-навсего пилить круглые или квадратные заготовки. Причем он может их пилить как по одной штуке, так и пакетом. Сделан он в Китае. Габариты этого станка 2,10 в метрах на 1800. Состоит из пильной рамы, которая поднимается шарнирно. Двух тисков с направляющими полозьями гидроцилиндров, зажатия заготовки и продвижения. А также гидроцилиндра подъема и опускания. Оборудован тремя концевыми датчиками. 1. Положение цилиндра главного, назовем его так, опускания пильной рамы. Датчиком движения полотна пильного, чтобы иметь возможность остановить при обрыве. И еще один датчик, который определяет высоту пакета заготовок. Все, больше там ничего нет. Внутри есть маленький компьютерчик. Смешно показывать, как айфончик. Несколько реле, которые управляют клапанами гидросистемы. Ну и два главных реле, одно из которых пускает масляный насос, а второе пускает в работу двигатель пильной рамы. Так, ну, все так красивенько. Ручка там блестящая, на ключе, ключи. Ключ давно потерян. Все сделано кондово, крепко. И никаких таких каких-то неприятностей в дальнейшем не сулит. Как он определяет положение заготовки? Насколько надо отпилить? Вот же, есть цифровая линеечка, которая соединена с подвижными тисками. И эта линеечка дает команду на контроллер. Контроллер отрабатывает. Так, ну, вот у меня поступила задача напилить трубочку в размер 200 миллиметров. Что я делаю? Включаю. Пошел ток. Загорелся экран дисплея. Так, он производит загрузку предварительных данных, затем что-то там заморгало и приводит в главное меню. Меню проще некуда. К счастью, оно на английском и все, все надписи понятны. Так, устанавливаем размер заготовки, которую требуется отпилить. Нажимаем, конечно же, на установку даты. Так, вот мне интересна заготовка размером 100 миллиметров и установить количество. Так, как у меня там два с половиной или что-то около трех метров хлыст есть, я напишу 27 штук. Так, вот, набираю 27. Нажимаю на китайский иероглиф. Угу. Выскочило. Отлично. Так, опять пошел в главное меню, включил масляный насос. О, зашипел. И включаю внутреннюю машинную состояние. Ага, что же там зажужжало? Тиски схватили трубу и дело приготовилось к работе. Нажимаю автостарт. Задние тиски подвижные поехали куда-то. Схватили, передние отжались. Заготовка выдвинулась на 100 миллиметров. И без шума и пыли станок пошел в работу. Надо сказать, что сама лента у меня старая-престарая. Но они есть в продаже. И, скорее всего, никакой проблемы не оставит их покупка. Так. Первенец упал. Так. Рама остановилась и послал вход. Угу. Выдвинулась следующая заготовка. И процесс повторился вновь. Этот процесс так и будет повторяться, пока 26 заготовок, которые мы предварительно поставили в задачу станка, не будут отпилены. Я, конечно, готов смотреть на это бесконечно. Не знаю, как вы. Пожалею ваше время. Спасибо большое за внимание. Станок продолжил работу. Осталось только приспособить и продать эти заготовки. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...